Я выбрала эту лекцию, потому что в принципе я сейчас занимаюсь промо-туром своей новой третьей книжки «Мозг материален». И все лекции, которые я читаю, так или иначе связаны с содержанием книжки «Мозг материален». И, в общем-то, то, как мозг принимает решение, это основное, ради чего я эту книжку вообще написала, что мозг — это наш главный рабочий инструмент. Все наши проблемы возникают потому, что у нас какое-то не то решение принял мозг, и все наши достижения происходят благодаря тому, что мы смогли нашим мозгом эффективно пользоваться и решать проблемы, которые перед нами ставит жизнь. И поэтому понятно, что мозг материален, мозг имеет физическую природу, и какие-то особенности образа жизни приводят к тому, что он работает более эффективно или менее эффективно. У меня была возможность зайти в компанию «Симберсофт» до того, как читать лекцию, но, в общем, как это всегда бывает, диалог находится на стыке между болтовнёй о жизни и болтовнёй о нейробиологии, просто потому, что я любую болтовнёй о жизни иллюстрирую с помощью нейробиологии. То есть мы говорили, например, о бросании курить и о том, как понимание нейроэкономики, понимание того, что человек глубок противоречий способствует тому, чтобы бросить курить, потому что вы понимаете, что у вас есть страдающее, пролежащее дро, центр удовольствия, который хочет удовольствия, который его лишился, и вы целенаправленно начинаете искать способы чем-то заместить ему эту утраченную радость, подсовываете ему разные другие маленькие радости. То есть не то, чтобы для этого обязательно нужно было знать нейроэкономику, в принципе, до этого можно дойти и так, и интуитивно, но нейроэкономика, вообще любое знание, нужно потому, что оно позволяет экономить время. Это вот то же самое, как когда вы пишете код, вы можете до всего дойти своим умом, вы можете сделать какую-то кривую, может быть, систему, которая, тем не менее, будет работать. Но, с другой стороны, если вы когда-то программирование изучали, если вы знаете, какие возникают стандартные проблемы, какие для них есть стандартные решения, то вы можете сэкономить время, прийти к решению более прямым путём, потому что его уже кто-то изобрёл, вам не нужно изобретать велосипед. Похожая история с нейробиологией и с экстрементальной психологией, изучал поведение людей, и если вы знаете, что они поняли, изучая поведение людей, то, возможно, вы своим собственным поведением можете управлять более эффективно. Продолжение следует... Продолжение следует...